Как зарегистрировать агентский аккаунт в Яндекс.Директ и зачем он нужен. Всем привет! С вами Константин Горбунов. В этом видеоуроке я расскажу, как зарегистрировать агентский аккаунт в системе Яндекс.Директ и зачем он нужен. Начнем с того, что такое агентский аккаунт и кому он действительно необходим. Агентский аккаунт – это аккаунт, который сотрудничает с Яндексом и имеет подписанный договор по оказанию услуг в системе Яндекс.Директ. Он необходим агентствам рекламы, начинающим директологам, которые хотят работать с крупными клиентами, и компаниям, которые тратят более 300 тысяч рублей в месяц на Яндекс.Директ. Другим этот видеоурок будет не нужен на данном этапе. Итак, преимущества агентского аккаунта относительно обычного. Первое. Расширенный прогноз бюджета. Второе. Скидки при большом расходе бюджета. Третье. Удобный интерфейс для планирования и ведения рекламных кампаний и клиентов. Все кампании и логины ваших клиентов в едином доступе. Плюс персональный доступ для каждого сотрудника агентства с возможностью индивидуальных настроек. Четвертое. Персональный менеджер в агентском отделе. Он помогает в основном в решении бухгалтерских, юридических, финансовых вопросов. Сразу говорю, что ссылаюсь я на ссылку с Яндекса. Страничка называется «Приглашаем к сотрудничеству рекламное агентство». По факту сам Яндекс говорит, что любой желающий может зарегистрировать агентский аккаунт. Что необходимо для этого? Логин Яндекс.Почты и созданная хотя бы одна рекламная кампания в Яндексе на этом аккаунте. В профессиональном интерфейсе и желательно в русских рублях, если вы находитесь в России. Здесь можно почитать, что необходимо для того, чтобы начать сотрудничество. Сейчас мы об этом поговорим отдельно. Какие требования выставляет Яндекс. По факту никаких требований основных нет. И что вы получаете. Хочу сразу заметить, что агентская комиссия в данный момент, на момент снятия видео, сейчас меняется. Поэтому говорить о ней я не буду. Я думаю, что вы всегда сможете зайти в Яндекс, вбить в помощь Яндекса агентская комиссия и посмотреть размер этой комиссии. Ну а мы продолжаем и заполняем заявку для вашего агентства. Для этого необходимо перейти по ссылочке, которая есть как раз на этой странице в разделе «Сотрудничество». Итак, заполняем. Ваше имя. Пишем свое настоящее имя. В моем случае это Константин Горбунов. Название агентства веб-студии «Монстр-контекст». Город, где находится агентство веб-студии. Здесь есть маленький секрет. Если вы находитесь в Москве, вам придется приводить в два раза больше клиентов, нежели если вы находитесь в области. Поэтому я делаю маленький секрет. Пишу, что нахожусь не в Москве, а в Подмосковье. Адрес сайта агентства веб-студии «Мконтекст.ру». У кого нет адреса сайта агентства или веб-студии, ничего страшного, можете оставить пустым. Яндекс позвонит вам, с вами поговорит. Вы можете ему объяснить, зачем вам нужен агентский аккаунт и так далее. И он все поймет, простит. Далее, контактный имейл, инфо «собачка.мконтекст.ру» в моем случае. Телефон. Телефон я копирую со своего сайта, если он у вас есть. Желательно, чтобы он был контактный. Контактный я не хочу, чтобы Яндекс общался со мной лично. Я хочу, чтобы он общался с моими менеджерами. Поэтому я вставляю телефон своего агентства. Портфолио. Список клиентов, с которыми вы работаете. Можно заполнять, можно не заполнять. Опять же, комментарии тоже не обязательно. Я, Константин Горбунов, даю свое согласие на передачу Яндекс, анкет, содержащие мои персональные данные и так далее. И отправляем эту анкету в Яндекс. Теперь мы будем ждать ответа Яндекса к нам на почту. А в следующем видеоуроке мы закончим подтверждение агентского аккаунта. И сделаем маленький обзорчик, что такое аккаунт агентства. На этом все. С вами был Константин Горбунов. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Приходите на мои семинары по Яндекс.Директу. Всем успехов! Продолжение следует... Продолжение следует...